Время спорта Одинцовский район впервые принимал крупнейшие состязания по кикбоксингу. Урал, Дальний Восток, Сибирь, Кавказ. Своих спортсменов на чемпионаты первенства России выставили 52 региона. Одна из крупнейших – команда Москвы. Есть гости из Крыма и Дагестана. Всего 814 боксеров. На торжественной церемонии открытия участников приветствовали представители Всероссийской и Московской областной федераций кикбоксинга, подмосковного правительства Русской Православной Церкви, а также тренерский штаб сборной команды России. От всей души приветствую вас на Московской земле, на этом чудесном разнике. Очень рад, что количество участников даже не уместилось в этот огромный зал. Мы, друзья, с вами живем в непростое время. И, быть может, каждому из нас предстоит встать на защиту своей Родины, своей семьи, своей бытии. Надо быть к этому готовыми. Кикбокс – замечательный спорт. Он учит молодежь быть сильными, смелыми, мужественными, учит для любых трудностей. Я уверен, что каждый участник этих соревнований занимает спортом простуду своей Родины, своей России. Пять соревновательных дней, несколько возрастных категорий. Состязания начались с первенства, в котором свое мастерство показывали юные кикбоксеры. Возраст от 13 до 18 лет. Российский кикбоксинг ежегодно открывает миру и Европе новые имена. Одно из ярких дарований – боксер из Крыма Владислав Ревудский, перешедший в прошлом году во взрослую сборную и взявший золото на Кубки мира. Планы – выиграть чемпионат России, стать чемпионом России, стать чемпионом мира, чемпионом Европы, выполнить норматив заслуженного мастера спорта. Доказать себе, в первую очередь, всем, что я просто так пришел в этот спорт. Кикбоксинг в России – активно развивающийся вид спорта. Он представлен в 74 регионах страны. На протяжении последних 16 лет российские спортсмены показывают высокие результаты в Европе и на чемпионате мира. В 2010 году на первых всемирных играх боевых искусств благодаря кикбоксерам сборная России завоевала первое общекомандное место. Прошлый год у нас был чемпионат Европы. Мы установили рекорд для себя. Из 19 весовой категории привезли 10 золотых медалей. Установили рекорд. Для нас это здорово. Мы продолжаем доминировать на мировом и на европейском ринге. Кикбокс – это не американский уже бокс, как раньше говорили. Кикбокс – это нас, российский кикбокс. То есть мы уже на протяжении 16 и более лет бессменно являемся лидерами в этом виде спорта. Вадим Украинцев – первый вице-президент Федерации кикбоксинга России, главный тренер сборной команды, уроженец подмосковного Дедовска, начал заниматься единоборствами с 12 лет. В начале – самбо, затем – карате, а в 87-м году спортсмен увлекся кикбоксингом, в котором ему не было равных. Три года подряд Вадим Украинцев становился чемпионом Москвы, дважды чемпионом Европы. Как признается спортсмен, не раз уходил из кикбокса, но постоянно в него возвращался. Своим фирменным приемом в кикбоксе считает вертушку – удар ногой с разворота. Чтобы стать чемпионом, уверен тренер, нужно просто любить этот вид спорта. Безумное желание освоить технические данные, безумное желание усовершенствоваться. Ну и, конечно же, только любовь тебя поднимает с кровати, только любовь к этому виду спорта тебя заставляет что-то сделать. Ну, желание быть бойцом по жизни, наверное, даст возможность тебе приблизиться к заветной мечте стать чемпионом мира. Чемпионаты первенства России проходят в категории «Фулл контакт», которая предусматривает удары руками и ногами без ограничения силы. Так же, как и в боксе, отчитываются нокдауны и нокауты. Удары ногами разрешены только выше пояса. Ежегодно высокую подготовку показывают сибиряки, а также представители Центрального федерального округа. Любой чемпионат России, первенства России, это уже представительно. На этом чемпионате и первенстве России в разделе «Фулл контакт» 2017 года собралось 814 участников и 52 региона. Ну, это говорит само за себя, что популяризация на сегодняшний день кикбоксинга очень высокая. На сегодняшний день развитие, хоть это и не олимпийский вид спорта, но который очень большими шагами, я не побоюсь этого слова, шагает в олимпийскую семью. На сегодняшний день это очень смотрибельный, очень интересный вид спорта. И самое главное, очень много привлечено молодежи к этому виду спорта. И потом из рядов, как говорится, кикбоксинга выходят ребята, которые достойно представляют не только нашу страну на ринге, но и также защищая нашу страну, нашу родину. Герои России. Была заребьевка, уже определили, развели сильнейших. В каждом весе, очень сильный чемпионат, в каждом весе есть по два-три заслуженных мастера спорта. Конечно, ставим на них. Я думаю, что, не думаю, что произойдет большая смена, скажем так, стариков повышибают, потому что старики тоже приехали очень серьезно. Ну, конечно, кто-то из молодых появится, так всегда бывает. Кикбоксинг считается молодым видом спорта. Своё название он берет от двух англоязычных слов «ки», «бить» ногой, «боксинг», «бокс». Единоборство зародилось в 70-х годах в Америке. В этот период в США и Европе прошли соревнования по контактному карате, ставшему основой для будущей спортивной дисциплины. В 76-м году создается Всемирная ассоциация организации кикбоксинга. Параллельно развивается японская ветвь. В 93-м году появляется К1, превратившая японский кикбоксинг в одно из самых развитых единоборств в мире. Выделяют пять разделов этого вида спорта – семиконтакт, лайт-контакт, фулл-контакт, слоу-кик и сольные композиции. В кикбоксинге применяются подсечки, например, внутренней стороной стопы или с разворотом на 360 градусов. Удары руками такие же, как в классическом боксе – апперкот, бэкфист, джеб, панч, свинг, боковой удар с дальнего расстояния, а также хук, джолт и кросс. В кикбоксинге запрещены удары открытой перчаткой, внутренней стороной кулака и запястьем. Среди известных российских кикбоксеров Сергей Харитонов, Александр Суршко, Артем Левин, Софья Очигава, Наталья Рогозина и многие другие. Кикбоксинг набирает популярности среди девушек, быть сильной, смелой, отважной, подобной героиней из океанского блокбастера. Стремятся немало жительниц России. Среди тех, кто открыл для себя эту боевую дисциплину – Ирина Парахина, мастер спорта международного класса по кикбоксу. На чемпионате Ирина представляет сборную команду Москвы. Девушка в кикбоксинге как себя ощущает? Прекрасно. Ну, хорошо. Я не знаю, ну как бы. Наверное, это каждому свое. Некоторым танцы, да, девочкам, некоторым вот кикбоксинг, боевые искусства. Ну, как вы для себя открыли этот вид спорта? С чего все началось? Все началось с самого, наверное, раннего детства. Мне с детства хотелось заниматься боевыми искусствами. И так было честно, что папа меня отвел на сексу кикбоксинга. Я даже не знала, что такое кикбоксинг. А вот я уже в процессе познакомилась, полюбила этот вид спорта и до сих пор его люблю и живу им. Ну, мужчины, понятно. А что женщин кикбоксинги привлекают? Это к девчонкам вопрос. Это к девчонке. Но сегодня, к сожалению, слишком много по телевизору стали эталоном показывать женщин там безумных, как это называется, во всяких боевиках. Что якобы... Девчонки, не верьте. Мужик, он остается мужиком. И... Ну, если вы хотите заниматься кикбоксингом, ну, тогда занимайтесь и не плачьте, не нойте, добивайтесь успехов. Будь, как это называется, боевыми, но не забывайте, что вы нужны своим детям, не забывайте, что вы нужны своим мужьям, не очень-то не увлекайтесь кикбоксом. Для этого есть мужики. По условиям соревнований победителю в каждой весовой категории достается пояс чемпиона, а также путевка в сборную команду России. У спортсменов есть возможность не только получить звание мастера спорта, но и отправиться в Венгрию на чемпионат мира, который пройдет в ноябре. Но независимо от результата, каждый кикбоксер стремится показать все лучшее, чему успел научиться в зале, что открыл для себя на состязаниях и что привнес, следуя своему внутреннему я и стремлению побеждать. Продолжение следует...